Доброе утро, Хакасия! Доброго утра всем, кто уже проснулся и тем, кто только пытается это сделать. Это четверг. Встречаем вместе с вами мы, Ольга Баргаякова и Иван Тенников. Сегодня вас ждет рецепт вкуснейшей корейской лапши куксу, полезный лайфхак, а также наши корреспонденты расскажут, как зоопарк республиканской столицы готовится к Новому году. Еще у нас много подарков. У Трохакасии проводят сразу две викторины. Следите за эфиром внимательно. Ваня, расскажи-ка мне закон космического расширения Хаббла. Ты издеваешься, что ли, надо мной с утра? Я не знаю его. И это правильный ответ. Ведь сегодня, 8 декабря, день великого незнания. Даже великий Сократ не стеснялся говорить о себе так. Я знаю только то, что ничего не знаю. Ну а если серьезно, то в России сегодня еще день художника и день образования казначейства. Так что, всем ярких красок и материальных благ. А У Трохакасии продолжает флешмоб приветов «Запусти волну». Сегодня ансамбль Кюнсузы принимает вызов от Республиканского симфонического оркестра. Доброе утро, Хакасия! Мы принимаем привет от наших друзей симфонического оркестра. Вот почему женщины так любят каблуки? Вот я не знаю, на них кроме как дефиле ничего и не поделаешь. Ну почему же? Бегать можно. Но есть особенно талантливые, как, например, моя тезка Ольга Генри. Она научилась на шпильке ходить по канату, которая закреплена в высоте 12 метров. Женщина не просто шагает, а еще и совершает прыжки. Но это не единственный ее трюк. Эквилибристка на каблуках уверенно топает по алюминиевым банкам. Это все, конечно, очень впечатляет, но, по-моему, такой талант абсолютно бесполезен. А вот от нашей новой рубрики лайфхаков одна сплошная польза. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы начинаем вместе с вами новую рубрику, которая называется «Слышь, ты лайфхак, иди сюда!» Поехали! Если вы носите с собой телефон, и у вас нет на него чехла, можно это очень просто исправить. Для этого всего лишь навсего нужен красивый шарик. Пожалуйста, шарик в студию. Итак, что нужно сделать? Нужно надуть шарик. Поехали. И после небольших мучений мы его надули. Следующее, что нужно делать, как советует нам лайфхак. Мы берем телефон и нажимаем на шарик. И потихоньку начинаем спускать его. Вдавливаем, 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 вдавливаем. Не получилось. Попытка номер два, поехали. А, у нас получилась такая штука. Сейчас мы загнем края вот таким образом. Смотрите, я разобрался в этом. И мы получим с вами хоп! Настоящий чехол для телефона. Очень круто. Викторина от реалити-квеста «Выход», который мы начали в среду, продолжается. По правилам, со среды последующий вторник вы должны правильно и быстро отвечать на вопросы ведущих. Самый активный и внимательный пойдет с друзьями на увлекательный квест. Сегодня задание такое. Назовите термин, обозначающий командообразование, в том числе при помощи корпоративных квестов, направленных на укрепление командного духа. Свои варианты присылайте по СМС на короткий номер 4647. Вначале не забывайте слитно написать «Утро РТС», затем пробелы ваш текст. Также пишите в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру телефона, который сейчас внизу экрана. Отвечайте скорее, а мы пока посмотрим, как в Абаканском центре живой природы готовятся к Новому году. Мы, как и весь город, и как республика, ждем праздника, поэтому у нас уже начали работу по оформлению зоопарка. Я думаю, вот уже с этой недели понемножечку будем вывеску яркую делать. Позаботились уже о елке, достали игрушки. В общем, мы уже готовимся торжественно все оформить. И, естественно, ждем дорогих наших посетителей, потому что зимний зоопарк, в нем тоже есть своя прелесть. Мы второй год являемся фанатами, буквально почти весь зоопарк. Фанаты – это выдр, конечно. Речная выдра, мне кажется, вот именно, если говорить, они и летом себя прекрасно чувствуют, но для зимы вот они, мне кажется, одни из самых таких живых, подвижных и очень-очень игривые. Во-первых, они очень дружно между собой и любопытство проявляют ко всем, кто на них обратит внимание. То есть в этом году, если посетители не торопятся и даже немножко их позовут, а зовут их у нас Кузя и Кузина, то они прекрасно отреагируют и устроят такое небольшое шоу. Хотя, в общем-то, очень прекрасно чувствуют себя копытные и тоже интересно на них посмотреть. У нас очень такие гордые бизоны с такой большой шерстью, верблюды, северные олени, конечно же. Мне кажется, это как раз северные олени должны ассоциироваться со сказкой, правда? Такой как раз новогодний. А Новый год-то не за горами. И хотя до праздника осталось 23 дня, пора закупать подарки, продукты, какие можно, и прочие новогодние товары. Это мой практический лайфхак, так сказать. Ты все правильно говоришь. Ну а хозяйкам пора подумать, что предложить домочадцам во время праздничной трапезы. Можно вместо привычных оливье, запеченной курицы или говяжьего рулета взять на заметку корейское традиционное блюдо – куксу. Тем более, что длинная лапша символизирует здоровую и долгую жизнь. А что еще нужно для счастья? Рубрика «Успеваем» продолжит программу. Корейская кухня – это множество уникальных, вкуснейших блюд, а также оригинальные гастрономические традиции. Поэтому сегодня куксу – холодная корейская лапша от Маипак. Почему? Да потому что этот легкий и приятный на вкус супчик, сытный, но без тяжести в желудке. Более того, позволяет самому контролировать в тарелке количество ингредиентов. Надо отметить их в куксу более десятка. В филе мясо берем говядину, в данном случае говядину, можно кто-то любит свинину, неважно, какое мясо. Вот такими вот нарезаем кусочками, пластиночками тоненькими, да? Это у нас специи. Вот зелени. Очень много должно быть зелени, потому что лапша в окрошке получается. Вот помидоры, кинза. Очень много кинзы. Мы любим очень кинзу. Потом огурец, вот простая белокочанная капуста русская, яйца, лук, чеснок. Но главное, конечно, корейская лапша. Чтобы сделать ее, замешивали крутое тесто. Я даже помню, у моих родителей был такой станок, и его очень упорным трудом вот так вот выкручивали, и оттуда вот через ситечко вот это выходило, и вот это над котлом прям все делалось, отваривалось, промывалось, и вот так вот приготовлялась сама лапша. Сейчас куксу можно купить в магазине, поэтому практически в каждой корейской семье есть небольшой запас лапши, которую нужно отваривать минут 5-7, затем промыть холодной водой, чтобы не слиплось. Смотрите, мы смотали вот такими порциями. Это будет порция на одну куксу. Примерно вот так берешь моток, и вот так вот наматываем, и получается вот такая порция. Вот у нас их несколько, вот таких порций. Мы сварили здесь, ну, может быть, три пачки. Следующий этап – обжарьте на раскаленной сковородке мясо до румяной корочки. Не забудьте посолить, поперчить, немного добавить томатной пасты для цвета. Берем яйцо. Это будут блинчики. Яйца нужно взбить из печь на раскаленной сковородке. Потом эти блинчики мы точно так же берем. Ну, для удобства я возьму три штуки сразу. Вот так сверну. Мы вот так меленько нашинкуем наши блинчики. Это все мы заготавливаем, а потом будем все складывать, добыть порции. Теперь шинкуем мелкой соломкой белокочанную капусту. Потом, значит, мы ее вот так вот солью пожамкаем. Заправим огурцами, натертыми на специальной терке. У нас есть вот такая терка, можно сказать, национальная. И на ней вот, смотрите, вот так вот таким образом выходит. Видите, у нас вот крошится красиво. Покрошим помидорчик, возьмем кинзу. Мы очень любим кинзу. Мы ее сюда тоже крошим. Вот так вот все. Вот у нас есть почищенный чесночок. Ну, допустим, на это нам хватит. На одну порцию. Все следует смешать, добавить специи по вкусу, и можно браться за рассол. Вот, смотрите, я вот налила водички. Вода должна быть чуть-чуть соленоватая, да? Вот так вот чуть-чуть, пол ложечки, возможно, хватит нам. Сюда сахару, как правило, в три раза больше нужно. Если мы соли положили пол ложечки, то здесь мы смело можем вот положить полторы ложки. Соотношение такое. Если одна ложка соли, то значит полторы, в три раза больше сахара. Затем немного пищевой добавки. Чуть-чуть вот уксуса кладем. А уксус как-то цитрированный? 70-ти процентный. Ну и под конец соевого соуса. То есть водичка должна быть такая коричневатая. Ну, где-то примерно... Вот смотрите, вот такого цвета должна быть. Выглядит примерно, как русская окрошка на ядреном квасе, которую желательно подать на стол в глубокой тарелке. Сейчас она у нас разойдется. Вот так вот. Мы ее должны красиво сделать, чтобы она отошла вся. Видите, она расходится вся, и она должна быть каждая по отдельности. Добавим мясо, посыпем обжаренным на сковородке кунжутом. Вот такое вот у нашего национального основного блюда. Называется куксу. И вот так вот. Вот так. Подается куксу с керамической ложкой для бульона к каждой чашке и палочками для овощей. Я тоже постаралась следовать правилам корейского этикета. Понравилось. Так что советую и вам приготовить куксу и пригласить на ужин гостей в выходные. Порадуйте своих близких. Успевайте. Зоозащитники со всего мира выступили против автокресел для собак. В Новой Зеландии находчивая компания наладила производство удерживающих устройств, которые предназначены для братьев наших меньших. В качестве одного из доводов необходимости такого изобретения используют видеокраш-тестов, где видно, как песики вылетают из салонов автомобилей во время столкновения. Возможно, и есть доля правды в том, чтобы пристегивать собак. Но вот защитники животных уверены, что ограничивать свободу питомцев жестоко, ведь никто их, собственно, не спрашивал, удобно им или нет. Это точно. Но до нас пока мода на зоокресло не дошла, к счастью, для четвероногих. Зато в тренде здоровый образ жизни. Все на зарядку. Становись! Доброе утро, Хакасия. С вами я, инструктор групповых программ Кабанова Юля. И сегодня я проведу утреннюю зарядку. Приступаем к нашему спортивному комплексу. И сегодня у нас инвентарь силовой. В данном случае у нас гантели. А у вас могут быть либо бутылка воды различным весом. Для того, чтобы вам было эффективно выполнить данное упражнение, обязательно следите за техникой. Так, первое упражнение. Сегодня будет достаточно сложный комплекс. Опускаемся в положение планки. Грудная клетка раскрыта. Животы втянули. Пятки тянутся назад. Ноги, колени прямые, вытянуты. Начинаем добавлять динамику. Разворот. Раскрылись. На секундочку зафиксировались. Опускаемся вниз. Раскрылись. Посмотрели обязательно на работающую руку вверх. Вернулись. Таз не проваливается. Кружимся. Из стороны в сторону вниз. Повторяем. В зависимости от вашего уровня подготовки. По 8-10 раз. Еще разок. Даем себе 30 секунд отдыха. И продолжаем. Переходим к следующему упражнению. Если вам тяжело отжиматься на прямых ногах, вы можете отжиматься на коленях. Я покажу отжимания на прямых ногах. Ольга покажет на коленях. Руки на ширине. Гантели можно развернуть. Чтобы удобно было. Если вы не можете глубоко опускаться, вы можете выбирать маленькую плиту. Если вы чувствуете, что вы можете глубже, опускайтесь глубже. Раз в 8. Будет достаточно. Молодцы. И третье у нас упражнение, которое добавит вам работу в кардионагрузку. Соответственно, вы немножечко пропотеете. Зарядитесь энергией. И почувствуйте жар во всем теле. Возвращаемся в исходное положение планки. Медленно начинаем подтягивать к себе колено. Обязательно тянем колено к груди. Если вы чувствуете, что вам охота добавить нагрузки, добавьте динамики. Чем чаще упражнение, чем чаще дыхание. 30-40 секунд будет достаточно. Возвращаемся в исходное положение. Ну что, вы разогрелись? Я рада, что вы следите за нашими тренировками. А самое главное, вы к ним присоединяйтесь. Желаю вам хорошего дня и до скорых встреч. О микроволновой печке ходит множество мифов. Кто-то говорит, что ее волны изменяют молекулярную структуру еды. Кто-то считает, что микроволновое излучение радиоактивное и даже стоять рядом со СВЧ-печью опасно. Но это все неправда. Но есть один доказанный факт. Микроволновка искажает сигнал Wi-Fi, потому что работает в той же области частотного диапазона. Если ноутбук или планшет находятся в метре от бытового прибора, то интернета вам точно не видать. Хорошо, хоть что микроволновка не создает помехи для телевизора. А то бы наши телезрители не узнали, какие новости в республике. Абаканская детская больница перейдет в статус республиканской. Новая служба будет включать в себя стационар и 7 амбулаторно-поликлинических подразделений. Появятся новые востребованные профили оказания медицинской помощи. Онкогематология, нефрология, аллергология, детская реанимация и койки палеотивной помощи. В структуре республиканской детской больницы будет организована консультативно-диагностическая поликлиника для приема детей со всей Хакасии. Амбулаторное отделение реабилитации для детей раннего возраста. Больница заработает уже в следующем году. Накануне в Хакаские кредитные организации поступили банкноты номиналом 2000 рублей. Они не являются памятными, их тираж не ограничен. Размер банкноты соответствует размеру банкнот в 1000 и 5000 рублей. На банкнотах изображены символы Дальнего Востока, выбранные в ходе народного голосования. Основное изображение лицевой стороны – русский мост. Это вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Основное изображение оборотной стороны банкноты – космодром Восточный. Почти 260 пихт вырубил черный лесоруб в Балаксинском лесничестве, чтобы продать их к новогодним праздникам. Нарушитель, который оказался жителем Абакана, свою вину признал. По подсчетам лесных инспекторов, сумма вреда лесу превысила 150 тысяч рублей. Браконьеру грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Государственные лесные инспекторы республики на сегодняшний день провели 214 рейдов по выявлению незаконных вырубок. На дорогах республики установлено 57 контрольных передвижных постов. 509 младенцев появились на свет в ноябре в нашей республике. Теперь с НИЛС на ребенка родители могут получить в пенсионном фонде без всяких заявлений, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Хакасии. Специалисты фонда отмечают наиболее часто встречающиеся имена. Это Алена, Екатерина, Елизавета, Милана, Полина, Ярослава у девочек и Александр, Арсений, Артем, Иван, Илья, Максим, Марк, Тимофей у мальчиков. Среди редких и необычных имен ноября Агата, Венера, Виталина, Каролина, Вениамин, Гордей, Даниэль, есть даже Одиссей и Платон. В кинотеатрах Хакасии сразу несколько кинопремьер. Это «Очень плохие мамочки 2», «Криминальная история. Плохой пес» и драма «За пропастью воржи». И даже ужасы. В общем, есть что посмотреть. И будет. Весь декабрь обещает быть насыщенным на новинки. Скоро на большие экраны выйдут «Звездные войны» и «Последние джедаи», «Елки новые» и «Джуманжи. Зов джунглей». А вот чем можно будет заняться на выходных, кроме просмотра кино, расскажет наша афиша. В Хакасии заработает первый планетарий. Он мобильный и пока будет доступен только в рамках фестиваля «Теплые встречи» в Республиканском музейно-культурном центре. 9 и 10 декабря организаторы обещают посетителям море незабываемых впечатлений. Красочное космическое путешествие по Солнечной системе. Яркие кадры о самой большой звезде и девяти ее ближайших планетах. Зрители облетят их и увидят в движении с разных ракурсов. Продолжительность необычной экскурсии 25 минут. Любители живописи смогут оценить творчество заслуженного работника культуры Республики Тыва, члена Союза художников России Александра Терышкина. В Абаканской картинной галерее работает персональная выставка мастера. В экспозиции представлено около 40 работ, выполненных художником за последние 20 лет. Это пейзаж, портрет, бытовой жанр. Добавим, с 2012 года Александр живет в Абакане и преподает в детской художественной школе имени Каратанова. Металл-группа «Черный обелиск» порадует своих поклонников творчеством в предстоящие воскресенья. Организаторы обещают высокое исполнительское мастерство, филигранную гитарную технику и оригинальный материал. Группа была основана в 1986 году Анатолием Крупновым. В 2011-м группа отметила 25-летие гастрольным туром под названием «9 тысяч дней». За плечами музыкантов несколько альбомов и полный концертный зал в городах по всей России. Достать билет любители тяжелой музыки смогут через социальные сети. Друзья, у нас есть уже несколько претендентов на путевку в прекрасный уголок Хакайси на базу отдыха «Жарки». Они с понедельника отвечали правильно на все вопросы. Напомню, сертификат на двоих получит самый быстрый и умный, так что не медлите с ответом. Сегодня заключительное задание. Приготовьте уши и ручку. А пока Анна Ахпашева проведет небольшую экскурсию по рентгенологическому отделению Республиканской больницы имени Ремешевской. Доброе утро. Сегодня мы находимся в рентгенологическом отделении Республиканской клинической больницы имени Ремешевской. Оно оснащено самым современным оборудованием, но сегодня мы покажем, как работает компьютерный томограф. Проводим обследование пациентки из нервного отделения, исследуем головной мозг. Сейчас, значит, делается топограмма, определяется уровень сканирования. При поступлении пациента в приемный покой первое, что делается, на входе сразу делается компьютерная томография. Она является золотым стандартом для исключения или подтверждения инсульта. Также первое, что мы делаем, если подтверждается инсульт, мы дифференцируем ишемический, это инсульт или геморрагический. Потому что принципиально различная тактика ведения пациента. Геморрагический инсульт мы видим в течение буквально первых часов от начала заболевания, ишемический в течение 12-24 часов. И вот как в данном у пациента подозрение было на аневризму, у него было кровоизлияние в головной мозг, было подозрение на аневризму. Мы провели исследование сосудов головного мозга. Подозрения наши подтвердились. Далее уже будем определять тактику лечения, тактику ведения этого пациента уже с сосудистыми хирургами. Общеизвестный факт. Решающими после инсульта становятся первые 4 часа. Именно поэтому важно как можно быстрее попасть в руки врачей и пройти обследование на компьютерном томографе. К слову, здесь каждый день обследуются больше 20 пациентов со всей республики. Тем, кто очень хочет отдохнуть в живописной долине Бабик и внимательно смотрел сюжет Анны Ахпашевой, наш вопрос покажется самым легким. Сколько пациентов за один день проходит через томограф республиканской больницы? Версии отправляйте по смс на наш короткий номер 4647 в начале слит на утро РТС и через пробел ваш текст. Также пишите в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру телефона, который сейчас видите внизу экрана. А вот кому сегодня может улыбнуться фортуна, узнаем из звездного гороскопа. Овны. Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что события, скорее всего, расстроят вашу домашнюю идиллию. Тельцы. Будьте осторожны, потому что это потенциально опасный для жизни день, как словесный, так и физический. Близнецы. Сегодня может возникнуть спор о совместной собственности или деньгах, или о том, как разделить что-то. Раки. У вас может возникнуть соблазн вступить в спор с кем-то, потому что вы хотите убедить их, что вы правы. Львы. Это классический день раскрытия секретов. Девы. Будьте дипломатичными и гостеприимными с друзьями и людьми в группах сегодня, особенно с женщинами. Весы. Лучше не делать ничего, чем потом сожалеть. Скорпионы. Планы поездок могут быть прерваны или отложены. Стрельцы. Споры об общей собственности, общих ценностях, наследованиях, страховых вопросах или о том, что связано с богатством вашего партнера, могут возникнуть сегодня. Козероги. Никто не любит так называемую конструктивную критику. Держитесь подальше от этого. Водолеи. Не поощряйте противодействие вам. Просто сохраняйте незаметность. Рыбы. Сосредоточьтесь на том, что позитивно, а не на том, чего вы боитесь. Доброе утро, если вы только что проснулись. Хоть мы и рады наступлению утра, мы не можем недооценивать значимость сна для организма. Ведь сон вовсе не пустая трата драгоценного времени, а возможность отдохнуть и зарядиться энергией для новых свершений. А чтобы сон был полноценным, нужно вставать и засыпать в одно и то же время. Создавать в спальне тишину и темноту. И использовать кровать только по назначению. Не берите пример с героев рубрики по приколу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На такой позитивной волне желаем вам прекрасного и успешного дня. Чтобы пятница пролетела незаметно, а выходные показались долгими. И не забудьте в понедельник включить РТС. Зима. Самое жаркое время для бывшика. Работа много, а значит будет хорошая зарплата. Порадую к Новому году подарками детей. Летом может свожу в Душанбе, а потом опять вернусь в Россию, в Хакасию, которая стала для всей моей семьи второй родиной. Не зря говорят, человек голодный ни на что не годный. Поэтому кормить людей я мечтала с детства. И работать с тестом. Только рецептов хлеба я знаю около десятка. А в Германии выбегают больше 600 видов. Вот бы поехать туда на стажировку, чтобы потом кормить ароматным, вкусным хлебом жителей Хакасии. Сегодня тема лекции «Расчет системы водоснабжения». Тема важна. В России строительная отрасль развивается динамично. Внедряются новые технологии, материалы. Тот же фибробетон, по которому я защищал кандидатство. Неплохо бы в Хакасии его использовать активно, чтобы наши дома были еще более прочными, теплыми и уютными. Я учитель сельской школы. Я открываю ребятишкам мир. Учу не только читать и писать. Учу думать. Моя мама и три сестры тоже учителя, от которых зависит будущее этих детей. А значит, будущее нашего села, будущее Хакасии, будущее России. Вечереет. Сейчас оберу отару и нахудр, чтобы напоить, накормить овец. Работа ответственная, мне нравится. Мой отец чабанил, теперь я чабан. Пошел по его стопам, чтобы было на столах моих односельчан качественно свежее мясо. Чтобы с каждым днем росло благосостояние моих земляков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова